К поддержке этой формулы состоялась встреча в Копенгагене, которая прошла вроде бы так скрытно, но информация о которой просочилась, и мы сейчас у наших коллег, которые там были представлены, попросили рассказать нам, что же там хотел Запад сделать вместе с украинцами, пригласив туда ведущие страны мирового большинства. Но формула Зеленского единственная основа, это позиции Запада, Зеленский и его вся администрация заявляют, что другой основой вообще быть не может. Она предполагает, если убрать всякие виньетки типа экологическая безопасность, продовольственная безопасность, ядерная безопасность, то с точки зрения главного смысла она заключается в том, что Россия уходит со всех территорий по состоянию на 1991 год, Россию, российское руководство отдают под трибунал какой-то специальный или уже существующий. Россия выплачивает репарации на основе счета, который будет ей предъявлен, и после этого заключается мирный договор. И Запад при этом говорит, что вот только это и может быть выходом из этой ситуации. Украина, это подчеркивается особо и Боррелем, и Столтенбергом, Урсулой фон дер Ляйен, и прочими западными политиками, Украина в этой войне отстаивает европейские и в целом западные цивилизационные ценности. То, что украинский режим это нацистский режим, ни у кого сомнений не вызывает, даже не буду утруждать себя и ваших зрителей, и слушателей примерами, потому что они хорошо известны. И в том, что этот режим является российским в связи с запретом русского языка везде и всюду, и попытками даже физического насилия над теми, кто осмелится нарушить закон о том, что разговаривать можно только по-украински, это означает, что Европа ассоциирует себя с расизмом, с русофобией, с нацизмом, поскольку она заявляет, что именно киевский режим исповедует европейские ценности. А раз так, то тем более у нас никакого другого выхода нет, как не допустить очередного возрождения нацизма прямо на наших границах. Если я правильно понял позицию Зеленского, вот все те условия, которые вы упомянули, это даже не условия для заключения договора, это условия для начала переговоров. То есть, если я правильно понял позицию, то это значит, что Россия должна полностью капитулировать, а вот после этого уже можно будет поговорить, причем непонятно с кем. Я так и сказал, что в список предварительных условий входит уход на границы 1991 года. До начала переговоров? До начала переговоров. Затем уголовные преследования, репарации, и потом садимся за стол. Вы знаете какую-то серьезную державу, которая могла бы такие условия принять без того, чтобы она была полностью разгромлена на поле боя? Ну, таких я не знаю, но есть державы, которые всеми считаются серьезными державами, которые эту логику поддерживают. Я имею в виду всех тех, кто поставил на Зеленск. И поставил, ну, по сути дела, всю свою репутацию, свое политическое будущее. Потому что отползти уже от этой абсолютно тупиковой позиции Запад не сможет. Без потери лица, ну, они умеют, правда, терять лицо так, что на публику подают, будто они его приобрели. Раскрою небольшой секрет. Мне вчера позвонили из посольства США в Москве и спрашивали мое мнение по поводу происходящих событий и как они могут повлиять на российскую дипломатию. И явно была надежда, или, по крайней мере, заинтересованность, возможности, что Россия поймет, насколько продолжение войны на Украине опасно, каким внутренним последствиям это может привести, и не произойдет ли после провала мятежа, не произойдет ли какая-то перемена в подходе России к кризису на Украине, и не будет ли Россия готова занять, если хотите, более гибкую позицию. Как бы вы ответили? Ну, на это ответил уже президент Путин. Он за последние несколько раз выступал с развернутыми оценками нынешней ситуации, особо подчеркнув, что преодолев попытку мятежа, мы нисколько не поступились целями специальной военной операции и не потеряли какие-либо позиции на поле боя. И никаких признаков того, что Россия может пересмотреть свои подходы, учитывая то, о чем мы с вами только что говорим, учитывая целенаправленное создание Западом прямых угроз нашей безопасности, накачивание Украины смертоносным оружием, которое все более и более дальнобойным становится, учитывая, ну, просто притеснение и дискриминация, это даже уничтожение всего русского на Украине объявлено целью, в том числе в отношении людей, которые, в отношении языка, культуры, да и самих людей, чьи предки там столетиями жили, которые обустраивали эти территории, создавали там города, кому там стояли долгие-долгие годы памятники, сейчас эти памятники сносятся, и на их место водружаются статуи Бандеры, Шухевича и прочих пособников нацистов. Ну, невозможно отказаться от задач, которые были поставлены. Что касается совета, который вы у вас спрашивали, как повлиять на российскую дипломатию... Ну, меня спрашивали больше, чтобы я дал просто оценку, есть ли шансы на более гибкую позицию России, как они врагались. Ну, смотря, какую гибкость они имеют в виду, если относительно вот темы капитуляции, как условия заключения мира по Зеленскому, то тут о какой-то гибкости говорить не приходится. Если они что-то еще имеют в виду, если они, вот как сейчас комментарии звучали в Германии, во Франции, какие-то надежды связывают с различными миротворческими миссиями, и бразильский президент выдвигал свои идеи, и африканская группа, арабская группа, сейчас вот папа римский посланца своего направлять собирается ради к нам и в Киев. Ну, мы на этот счет многократно сказали, что мы никогда не отказывались от переговоров. Это сказал президент еще год назад. Но те, кто отказывается от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться. И мы всегда подчеркивали до последнего времени, никогда не меняли свою позицию, что мы готовы рассмотреть любые предложения, которые носят серьезный характер. Таковых мы не видели. Идет только болтовня по большому счету. Вот о том, что вот план Зеленского, сейчас они хотят созвать какой-то форум мира. Без участия России. Без участия России. Вот они в Копенгагене туда зазвали несколько стран третьего мира, куда нас не пригласили, но их пытались обрабатывать в поддержку формулы Зеленского. Я слышал, что такие уже нечистоплотные приемы там имели место быть, когда в ответ на трезвое возражение по поводу реалистичности этого плана Зеленского, который означает капитуляцию, как вы совершенно справедливо сказали, им говорят, а вы его не поддерживаете, весь план. Там же есть у нас еще, скажем, пункты, которые не касаются войны, они касаются продовольственной безопасности в мире, энергетической безопасности, ядерной безопасности. Вот давайте вы, страны Африки, Азии, Латинской Америки, каждый по одному пунктику разберите, такой иезуитский подход. То есть вычленить то, что не является одиозным и что, в общем-то, является такой банальной истиной, необходимостью укрепления продовольствия, энергобезопасности. И сказать, вот вы здесь подпишитесь, а дальше мы сами. Ну, понимаете, это абсолютно нечистоплотная... А дальше бы сказали, что они в общем и целом поддерживают план Зеленского, так? Ну, конечно, да, 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 конечно. Даже бы сказали, что взялись курировать отдельное его положение. Вот. Ну, а насчет открытости их диалогу, понимаете, не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею в виду Запад. Африканцы выступили с просьбой быть принятыми, мы тут же откликнулись. Сейчас посланец Паперинского. Говорили мы с нашими бразильскими друзьями, которые направляли сюда представителя президента Луны. Но когда долгие месяцы то Шольц, то Макрон заявляют угрожающе. Я вот собираюсь позвонить Путину. Многократно. Но если хочешь позвонить, ты просто позвони. Зачем это объявлять в микрофон? А если ты объявляешь в микрофон, значит, главное покрасоваться перед своими избирателями, показать, какой ты, значит, такой принципиальный, и будешь всех учить жизнь. А то, что Макрон вот недавно заявил, отвечая на вопрос, позвонил он Путину или нет, мне говорят ему незачем звонить, если он хочет, я сниму трубку. Ну вот сопоставьте все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным. Это просто недостойно уважения. Если ты заинтересован в разговоре, никогда президент России не будет отказываться от такого контакта. И вы бы не отказались от контакта с вашими виз-за-виз странах западных? Нет, конечно. И каждый раз, когда, ну это было там два раза, по-моему, за последние полтора года, когда Блинкин просил о контакте, я либо отвечал на его звонок, либо вот на Бали, мы на полях саммита 20-ки переговорили на ногах минут 10, но больше обращений не было. Есть обращения по линии Джейка Салливана, есть контакты, конечно же, по вопросам функционирования посольств нашего там и американского здесь. Разгребаем не очень пока успешно те завалы, которые начал создавать Обама за три недели до инаугурации Трампа, хлопнув дверью, выгнав десятки наших дипломатов, отобрав пять объектов собственности, ну и так далее. В общем, начало было положено именно тогда. Так что мы к контактам готовы. Ну а что касается, как долго Россия сможет выдержать, вот о чем вам американские дипломаты, судя по всему, говорили, и это, в общем-то, идет в русле их заявлений о том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Они никогда не отвечают на вопрос, потребуется для чего. Если для завершения военной кампании, как они завершали в Афганистане или в Ираке, это одна вещь. Если они хотят эту кампанию довести до уничтожения украинской армии, ну это, наверное, чуть-чуть другое. То есть сами они, когда почувствовали запах жареного в Афганистане, в Ираке просто унесли ноги и все. А Украина их не интересует. А были какие-то контакты за последнее время, контакты со странами Запада, которые не были оглыханы, но которые вы считали бы обнадеживающими и могли бы с ними поделиться, с нами поделиться? Нет, не было таких контактов. Приведу вам пример. Я думаю, там у них какой-то существует запрет. Приведу пример. В прошлом году, в сентябре, я посещал министерскую неделю сейсии Генеральной Ассамблеи ООН. Как всегда, было много просьб о встречах. Мы на все эти просьбы откликаемся позитивно. И среди запросивших о таком контакте был президент Кипра. Тогдашний президент Кипра, господин Анастасиадис. Мы с ним давно знакомы. И каждый раз, когда он приезжал в Нью-Йорк на эту вот Генеральную Ассамблею, на начало Генеральной Ассамблеи, всегда проводились встречи пяти постоянных членов с президентом Кипра и с генеральным секретарем. Прорабатывались какие-то дальнейшие шаги, которые могли бы помочь кипрское урегулирование продвинуть и вытолкнуть его из глубокого тупика, где оно сейчас оказалось. Но мы подтвердили встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке с президентом Кипра. Потом извинились перед нами, сказали, что Евросоюз ему не советует со мной встречаться. Был еще, не хочу называть министров, два еще запроса было от европейских министров, потом тоже они куда-то ушли со связи. Так что, мне кажется, там есть какой-то запрет. И шаг влево, шаг вправо. В отношении запрета... Да, ну конечно, извините, я несколько раз встречался и говорил по телефону с министром, и на самом деле в Венгрии, который приезжал на Петербургский экономический форум. До этого он приезжал с визитом и в качестве сопредседателя межправительственной экономической комиссии для переговоров со мной. Так что это вот, да, это исключение. По поводу шаг влево, шаг вправо. Вы говорили об этом тоже в контексте давления на независимые государства, включая Индию, Бразилию, наверное, Китай, по поводу мирного регулирования на Украине. Но, как мне кажется, там есть еще один фронт политической борьбы. Давление на эти и другие страны, включая Турцию, больше сотрудничать с американскими односторонними санкциями и считать в качестве правила не поставку России, блокирование поставок России, даже не какого-то военного оборудования, но и любых предметов, если хотите, двойного назначения. А что в нашем мире нельзя считать предметом двойного назначения? Ну это вот, опять же, мы имеем дело с правилами, которые Запад сам придумывает, и которые он никому не объясняет. Но когда, например, мы, наш президент России и Белоруссии, объявили о договоренности организовать хранение определенного количества тактического ядерного вооружения в Белоруссии, и там развернули самолеты, которые способны нести ядерное вооружение, какой шум поднялся? Безответственно, совершенно агрессивные шаги, которые не способствуют нормализации обстановки. Это вот правило такое у них. Хотя мы не нарушаем никаких международных обязательств, включая договор о нераспространении ядерного оружия. Сами же американцы вместе с партнерами по НАТО уже долгие десятилетия держат ядерные вооружения, тактически авиационные бомбы ядерные, в пяти странах-членах НАТО. Более того, в рамках НАТО действует проект, который называется «Совместные ядерные миссии». В рамках этого проекта пилотов из неядерных стран обучают управлению самолетами и применению авиационных ядерных бомб, что, в общем-то, вступает в сильные противоречия с договором о нераспространении. Ну и многие... А это вот по их правилам. Это можно, потому что, как однажды сказал... Я забыл, кто был первым помощником по нацбезопасности у Трампа. Флинт. Нет, значит, Флинт ушел быстро после этих телефонных разговоров. Там у него их только пять, по-моему, было. Да, много их было. Но вот мне рассказывал Николай Патрушев, который тогда по телефону общался со своим коллегой. Не буду врать, я забыл фамилию. И тот ему сказал, такой дежурный американский нарратив, как сейчас модно выражаться, насчет того, что они озабочены тем, что Россия вмешивается в Африку, в Латинскую Америку, где-то там Никарагуа, Венесуэла. На что Патрушев ему ответил, вы знаете, у нас абсолютно транспарентные связи. Да, у нас есть и военно-техническое сотрудничество, оно не нарушает никаких международных обязательств, но вы-то почти в открытую. Тогда уже, по-моему, Болтон откровенничал насчет того, что они готовили перевороты там, здесь. Вы-то в открытую, не стесняясь, говорите, что вы диктуете другим странам, как им жить. И тот ему ответил, ну, вы знаете, все-таки мы-то несем демократию, а вы-то несете издержки тоталитаризма. Вот и вся, вот и вся философия. Здесь то же самое, эти правила. Нам, Западу, не то что можно, мы обязаны вооружать Украину до зубов, включая все более и более смертоносные и эффективные вооружения. И танки, и хаймерсы, и Storm Shadow, и сейчас уже вот эти F-16 обсуждаются, которые могут нести ядерное оружие. Англичане уже поставили боеприпасы с обедненным ураном. Это нам можно. А вот все остальные страны, никто не имеет права поставлять России даже вот товары двойного назначения. Ну, вы правильно сказали, сейчас трудно себе представить, что не имеет двойного назначения. Когда идет война, люди и должны одеваться, и питаться, и иметь какое-то медицинское сопровождение. Это данность, это позиция наших западных коллег. У нас осталось... Хотя, извините, хотя, поставляя вооружение в район конфликта, уж как минимум страны Евросоюза нарушают. И так поддерживаемый ими договор об ограничении обычных вооружений, малого... Договор об ограничении стрелковых вооружений. Договор есть... Документ есть ОБСЕ, который призывает не поставлять вооружение в зоны конфликтов. И есть, собственно, внутри Евросоюза соответствующая правовая бумага, которая тоже требует воздерживаться от таких действий. Это все не учитывается и игнорируется. У нас осталось очень мало времени, но я хочу задать вам два последних вопроса. И один касается, опять-таки, этих санкций. Мы понимаем, какое давление оказывается на государство, которое торгует с Россией и считает себя партнерами России. До какой степени это давление успешно? Как оно влияет на Китай? Как оно влияет на Индию? Как оно влияет на Бразилию, на Турцию? Могли ли сказать, что Вашингтон успешен в своей политике санкционного давления вне пределах своего собственного, если хотите, блока? Ну, я бы сказал, прежде всего, что Вашингтон и полностью подчинившийся ему Евросоюз, да и остальные союзники коллективного Запада, имея в виду азиатских союзников США, они, конечно, преуспели в том, что довели до совершенно невообразимых прежде пределов, и пределы еще, по-моему, не достигнуты, свое желание пожертвовать всеми своими принципами организации мировой экономики, которые, как я уже сказал, они долгие десятилетия продвигали, рекламировали и, ну, где-то даже навязывали всем остальным. И конечный результат будет, я нисколько не сомневаюсь, в том, что они подорвут свою репутацию, они и так уже доказали свою недоговороспособность неоднократно. Ну, а здесь, я убежден, окончательно будет поставлена точка, если кто-то еще имеет какие-то иллюзии о том, что с ними можно договариваться, и затем рассчитывать на выполнение этих обязательств. Все будет решаться исключительно в зависимости от того, какие эгоистические цели США в данный момент перед собой ставят в отношениях с той или иной страной. Насколько это действует? Наверняка это действует на позицию отдельных стран. Они вынуждены это учитывать, потому что тот же Китай, он очень глубоко вовлечен в мировую экономику, которая вскроена по американским лекалам, который принял американские правила игры, обыграл Америку на поле американском и по американским же правилам стал экономически гораздо более сильно и эффективно развиваться. Тут же зашла речь о том, что надо сдерживать Китай. Вот я сегодня читал очередные санкции против поставки чипов в Китайскую Народную Республику. Там уже немало санкций введено. Исключительно потому, что Китай просто становится более конкурентоспособным, чем западные его партнеры. Но в отношениях, в том, что касается влияния этих санкций на отношения между нами и нашими партнерами в странах мирового большинства, мы исходим, как и они, те, кого вы перечислили, и китайцы, и индийцы, турки, наши арабские партнеры и многие другие, исходим из своих национальных интересов, из баланса этих интересов. А когда страны руководствуются балансом интересов в отношениях друг к другу, всегда можно найти методы и механизмы реализации такого подхода. Я не был в Вашингтоне с ноября, но регулярно, не только, конечно, слежу за американской прессой, но и разговариваю с самыми разными людьми, в том числе и принадлежавшими администрации, и в Конгрессе и так далее. И вот какая складывается интересная картина, Сергей Викторович, что большинство людей, с которыми я разговариваю, предсказуемо, у них есть какие-то вопросы по поводу позиции администрации. Но если бы у них не было, они бы, скорее всего, не разговаривали. Тут естественный отбор. Но, в общем, почти у всех есть ощущение, что, ну, пускай администрация делает что-то слегка не так, где-то перебарщивает, где-то как бы смешивает религиозные догмы и конкретную политику. Ну, что, в общем-то, все это не очень важно. Важно то, что президент Байден говорит, что Соединенные Штаты не участник конфликта на Украине раз, что президент не хочет ядерной войны, третьей мировой войны два, а и три Соединенные Штаты – самая мощная держава в мире. И если Соединенные Штаты не хотят войны, то этой войны и не будет. Это очень важное заявление в преддверии выборов. Как вы знаете, в сентябре начнется всерьез американская избирательная кампания. Избиратели, в общем-то, говорят, слушайте, не обязательно должен нас сильно по вопросу Украины поддерживать. Но беспокоиться-то нечего. Все, что мы делаем, это не угрожает вашему процветанию нормальных американских граждан. Это не угрожает вашей безопасности. Эта вот война, мы ее ведем вроде в полную украинскую силу. Но почему Америка должна бояться поступления большого количества украинских гробов, если это не беспокоит президента Зеленского? А так, то, что делает Америка, это очень масштабно. Это не всегда так успешно, как хотелось бы. Но ничем в Америке это не угрожает. Что вы скажете? Ну, сочинение пропаганды и промывание мозгов избирателю, ну, наверное, это неплохие аргументы, особенно в том, что касается наплевать нам на украинские гробы, если Зеленского это устраивает. Это, я считаю, что это хороший аргумент. Что касается рассуждения о том, что мы вообще самая мощная держава, не захотим войны и не будет войны. Вот какие успехи в американской интервенции, в американской политике интервенционизма можно вспомнить за последние долгие-долгие действия, ну, даже вот начиная с Вьетнама хотя бы. Нигде никаких успехов, нигде не достигнут результата, которые декларировались. Разрушен ряд государств. Ливия, очевидный пример, Ирак до конца тоже пока не могут склеить. Ну, и в Сирии тоже американцы едва ли продвигают благородную миссию, когда занимаются созданием материальной базы для курдского сепаратизма, раздражая и Турцию, и Иран, раздражая и другие страны, на территории которых живет курдское меньшинство. Ну, я уже говорил про Афганистан. Был, ладно, Афганистан и Ирак, и все остальное на Ближнем Востоке. Гаити. Американцы же опекают Гаити лет сто уже, по-моему. Задолго до того, как создали Организацию Объединенных Наций, они стали помогать этой стране как-то создавать государство, создавать какую-то функционирующую систему, до сих пор ничего не могут сделать. Поэтому, вот, лозунг о том, что мы мощнейшая держава, как захотим, так и будет, ну, вот, пока они не очень сильно хотели, видимо, во многих местах. Я не злорадский, просто констатирую факт. А то, что они заявляют о своей способности в одиночку... ... ... ...